Владимир Михайлович Мясищев Владимир Михайлович прошел большой творческий путь. От простого чертежника до генерального конструктора. Всю свою жизнь он посвятил авиации, ни на секунду не сомневаясь в своем выборе. Владимир Михайлович Мясищев родился 28 сентября 1902 года в городе Ефремов Тольской губернии. Он рос обыкновенным ребенком. Никакой особой привязанности к технике у него тогда не было. Конечно, как и все дети в его возрасте, Володя что-то мастерил, но не более того. В 11 лет будущий авиаконструктор поступил в Ефремовское реальное училище с математическим уклоном. Выдающихся показателей при обучении у Мясищева не было. Но и отстающим его назвать было нельзя. Про таких сейчас говорят «хорошист». Интерес к авиации у Мясищева начал появляться именно в училище. Хотя само заведение к этому отношения не имело. В Ефремове, где родился и жил Мясищев в свои юношеские годы, мимо перелетал на Южный фронт отряд красных военлетов. Мальчишка, 16-17 лет, они все в кожанках, самолеты над церквями. Ну, самолеты, сами понимаете, какие были. Но для мальчишки, который видел эти фотографии только, таких самолетов только в журналах, читал о них, это было неизбываемое зрелище. Он сам об этом написал в своих воспоминаниях, что это произвело на него впечатление колоссальное и определило дальнейшую судьбу. В 18-м году Мясищев окончил училище. Впереди его ждали два нелегких года. После революции в стране царили разруха и голод. Шла гражданская война. В это тяжелое время Владимир брался за любую работу. Он был счетоводом в частной конторе, делопроизводителем райвоенкомата и даже играл на сцене Ефремовского народного театра. Думаю, что эти годы трудностей и лишений выработали неизгибаемый характер, который позволил впоследствии Владимиру Михайловичу раз за разом пробивать себе дорогу в самолетостроении и в космических проектах. В 20-м году Владимир Мясищев приехал в столицу и поступил в Московское высшее техническое училище на механический факультет. Но помимо учебы нужно было зарабатывать деньги. И хотя в то время студентам выдавали месячные продовольственные пайки, прожить на них было очень трудно. Вечерами после занятий Владимир подрабатывал педагогом в детском доме. Потом получил должность председателя школьного совета. Иногда приходилось и разгружать вагоны. Несмотря на все трудности, именно в те годы интерес к авиации у молодого студента разгорелся с новой силой. Это неудивительно. Идеи воздухоплавания царили повсюду. А уж тем более в техническом училище, где среди преподавателей было много сподвижников и учеников профессора Николая Егоровича Жуковского, основоположника аэродинамики в России. Поэтому, когда на третьем курсе пришла пора определиться со специальностью, Месищев выбрал аэродинамику. Помимо учебы Владимир Михайлович продолжал трудиться. В 1924 году он перешел на работу в НОА ВВС, научно-опытный аэродром военно-воздушных сил. Сначала он устроился чертежником, а вскоре получил должность конструктора. Находясь ближе к практической авиации, Месищев приобрел бесценный опыт проектирования самолетов. Может быть, это потом сыграло роль, когда он хорошо понимал, для чего делается самолет, под какие задачи, кто будет на нем летать. Это очень важно. Тем временем в училище пришла пора определиться с темой дипломной работы. Владимир Михайлович выбрал тему цельнометаллических истребителей. Стоит отметить, что в своей конструкторской деятельности он таким направлением практически не занимался. Более того, сама тема была достаточно новаторской. К 1925 году в Советском Союзе был только один тип цельнометаллических самолетов разведчик АНТ-3, конструктора Андрея Туполева. А цельнометаллические истребители вообще были только в проекте. Но, несмотря на сложность темы, Месищев успешно разработал и защитил свой дипломный проект. Ну, это в его характере. Он для себя брал только трудные задачи. И, как ни странно, в жизни он их все-таки воплощал с трудом, с кровью, с болью, но воплощал. После окончания вуза в 1926 году молодого специалиста направили на работу в Центральный аэрогидродинамический институт ЦАГИ. Здесь он начал трудиться под руководством Владимира Петлякова, который возглавлял бригаду крыла. Одной из первых работ Месищева стала разработка крыла для самолета Туполева ТБ-1, а в дальнейшем ТБ-3. Кроме того, он принимал участие в работах по разработке огромного бомбового отсека тяжелого бомбардировщика. Это было вообще новое дело для того времени. Требовало большого объема исследований по прочности, по аэропругости конструкции. Уже в самом начале своей карьеры молодой инженер проявил себя как талантливый конструктор. В своей деятельности он успешно сочетал проектные и научно-исследовательские работы. В те же годы Владимир Михайлович увлекся планеризмом. Он регулярно приезжал в Коктебель на всесоюзные соревнования. Увлечение планеризмом, трудно сказать, хобби это или работа. Может быть, это и то, и другое. Потому что, в общем-то, все наши авиационные конструкторы прошли через планеризм практически. Наверное, это неизбежный путь хорошего авиаконструктора. Летом 29-го Владимир Михайлович проводил свой отпуск в Крыму. Здесь, на берегу Черного моря, он встретил девушку, которая стала его верной спутницей на всю жизнь. Его знакомство с будущей женой, Еленой Александровной, вообще романтическая история. Купил светлый белый костюм и поехал в Судак. Ну, приехал, надо устраиваться куда-то жить. Походил по старушкам и говорит, да вон там есть дача Спендиаровых, там много молодежи, зайдите, обратитесь. Зашел на дачу Спендиаровых, открыла калитка ему девушка, и получилось так, что запало ему в сердце. На второй или третий день они пошли в ЗАГС. И когда я спрашиваю, как фамилия вашего мужа, он говорит, его спрашивают, Володя, а как твоя фамилия? Так она впервые услышала фамилию мужа, с которым прожила рядом, помогая ему всю свою жизнь. Вернувшись из отпуска с молодой женой, Месичев продолжил работать в ЦАГе. Через некоторое время Андрей Туполев предложил старательному конструктору возглавить бригаду экспериментальных самолетов. Это было, по сути дела, небольшое конструкторское бюро. Видимо, он уже хорошо зарекомендовал себя и получил задание спроектировать самолет-торпедоносец Т-1 или еще другое обозначение АНТ-41. Это был первый в СССР специализированный самолет-торпедоносец, имевший ряд очень оригинальных решений. Самолет был спроектирован, построен, испытан. Но, к сожалению, потерпел аварию. И, к сожалению, на этом работы по нему были закончены. В 30-х годах авиация Советского Союза остро нуждалась в пассажирских и транспортных самолетах. Но к тому моменту отечественные авиаконструкторы не могли предложить надежные варианты. И тогда советское руководство решило купить подходящую машину в Америке. Выбор пал на американский DC-3 фирмы «Дуглас». В то время это был самый передовой пассажирский самолет. Просторный фюзеляж, большая дальность полета, отличное радионавигационное оборудование. Приобретая эту машину, убивали сразу двух зайцев. Пассажирский вариант легко переоборудовался в транспортный. После проведения переговоров в Соединенные Штаты отправилась представительная делегация. В ее состав вошел и Владимир Месищев. Задача – получить DC-3 и техническую документацию на него. Вернувшись в Советский Союз, Месищев углубился в работу над чертежами этого самолета. Работа эта очень тяжелая и сложная. Сложность заключалась в том, чтобы переделать дюймовые меры на метрические. И при том всем обеспечить заданный взлетный вес самолета и соответствие нашим нормам прочности. И здесь все искусство конструктора сбалансировать, оптимизировать, что ему блестяще удалось. Специалистам голландской фирмы «Фокер» и японской «Митсубиси» сделать этого не удалось. И они вынуждены были строить самолет по лицензии, используя покупные детали, агрегаты. После успешного завершения этой работы, Месищеву поручили наладить серийное производство на заводе номер 84 в Филях. Здесь он впервые в Советском Союзе внедряет американскую новинку – плазово-шаблонный метод производства самолета. В дальнейшем такой метод позволил в большом масштабе использовать систему взаимозаменяемости узлов и агрегатов авиационной техники. К сожалению, довести начатое дело до конца не дали. В 1938-м Владимир Месищев разделил судьбу многих советских авиационных специалистов. Он был арестован и направлен в печально известное ЦКБ-29. Это закрытое конструкторское бюро по сути являлось тюрьмой. Шарашка, ЦКБ-29 НКВД, как она официально называлась, Это был тесный круг людей, высокоинтеллигентных, одаренных и профессионалов. Туполев имел коллектив, который делал самолет под наименованием «Сто-3». Петляков делал истребитель «Сто». Месищев здесь работал под началом Петлякова, но в то же время самостоятельно сумел сделать, в тюремных условиях, сумел сделать эскизный проект самолета, который он называл «Дальний высотный бомбардировщик». Руководство страны рассмотрело проект Месищева, и конструктору разрешили создать в стенах тюрьмы собственное КБ. В том же 38-м был представлен уже рабочий проект «Дальнего высотного бомбардировщика ДВБ-102». Основными новшествами было введение двух герметических кабин для четырехчленного экипажа, дистанционно управляемых пушечных установок, большого объемного отсека вооружения длиной около 6 метров, позволявшим загружать бомбы крупного калибра. В тюремном КБ Месищев часто думал о семье. Ведь только благодаря жене и дочери он продолжал трудиться и не опускал руки. Владимир Михайлович знал, что в семье с нетерпением ждут его возвращения. Маленькая дочка Маша под диктовку писала отцу письма полной любви и надежды. В июле 40-го года Месищева перевели из тюрьмы в город Омск без права выезда. Сюда же переехала его семья. Он вновь обнял жену и дочь. Большей радости, чем оказаться среди близких, для него в тот момент не было. В Омске Владимир Михайлович продолжил работу над дальним бомбардировщиком. Летом 41-го, уже после начала войны, построили опытную машину. На государственных испытаниях она показала хорошие результаты по скорости и высоте полета. Однако дальность оказалась значительно ниже запланированной, и самолет в серию не пошел. Впрочем, за эту работу Месищев получил благодарность от правительства и был удостоен государственной премии. В этот 42-й год он пошел и сдал эту премию, все деньги, в фонд дальней авиации. Хоть жилось в Омске трудно, жили практически в каких-то бараках, одевались кое-как, ну и питались, естественно, кое-как. Ну, это был порыв, мне так представляется, порыв, которому следовала вся страна. В 42-м году в авиакатастрофе трагически погиб конструктор Владимир Петляков. Перед правительством встал вопрос, кого назначить на это место. Самолет Петлякова Пе-2 был основным пикирующим бомбардировщиком советской авиации. Допустить даже малейшего срыва в производстве этой машины было нельзя. В итоге выбор пал на Месищева. В 43-м году Владимир Михайлович и часть сотрудников его ОКБ были направлены на серийный завод в Казань, где выпускались самолеты Пе-2. Благодаря их работе за годы войны было создано около 10 модификаций этого бомбардировщика. В 44-м Месищев получил звание генерал-майора. Ну, время было военное, и ведь каждый чиновник, особенно партийный, помимо своего гражданского звания, скажем, секретарь райкома, имел параллельное воинское звание. Очевидно, это и развилось и на конструкторах, и все конструктора в итоге были генералами. 1945 год. Еще одно признание заслуг Месищева перед Родиной. Вместе с другими ведущими конструкторами его наградили орденом Суворова. Несмотря на заслуги перед страной, в 46-м ОКБ Месищева расформировали. Практически всех сотрудников перевели в конструкторское бюро Ильюшина. Что касается самого Месищева, то его назначили деканом самолетостроительного факультета Московского авиационного института. Здесь он начал читать курс «Конструкция и проектирование самолетов». Там он стал читать лекции. Лекции совершенно замечательные, совершенно необычные и совершенно близкие к практике. Он же конструктор. На лекции его по самолетостроению собирался студенческий коллектив со всех факультетов, со всех курсов слушать, что читает генерал-майор Месищев. Помимо лекций, Владимир Михайлович продолжал заниматься своим любимым делом – проектированием самолетов. Его новая идея – дальний реактивный стратегический бомбардировщик. Над этим проектом он занимался сам и привлекал к нему студентов. Большинство курсовых и дипломных работ так или иначе были посвящены новому самолету. Полученные результаты Месищев направил в Министерство авиационной промышленности. В конечном итоге идею создания дальнего стратегического бомбардировщика правительства СССР поддержало. Тем более, что в период Холодной войны советское государство остро нуждалось в самолете, способном доставить атомную бомбу за океан. В 51-м Месищеву поручают создать собственное ОКБ для окончательной разработки этого самолета. Ему дали возможность набирать людей с любых организаций, и все это было выполнено беспрекословно. Прежде всего, к нему вернулись его бывшие соратники по ОКБ-482 и составили тем самым костяк вот этого новой организации. И был дан довольно мощный завод номер 23 в Филях. Наработки по конструкции и аэродинамической компоновке этого самолета уже были. Поэтому очень быстро был сформирован общий вид самолета, определена его размерность. И тут же приступили к работе. Основную ставку при разработке сделали на принципиально новые идеи, предложенные как самим Месищевым, так и его соратниками. Менее чем за год с начала образования КБ на авиазавод в Филях было передано 55 тысяч чертежей. Это была грандиозная работа. Степень различных новшеств была такова, что создание, а в дальнейшем и производство этого самолета, подняло завод на новую ступень технического прогресса. Для отработки узлов и агрегатов новой машины создавались специальные лаборатории. Месищев уделял большое внимание стендовым испытаниям. По его мнению, многие изъяны в конструкции нужно исправлять на земле, чтобы в ходе летных испытаний возникало меньше проблем и вопросов. В 52-м первая опытная машина под обозначением М была готова. В октябре ее по Москварике перевезли в город Жуковский на территорию Летно-исследовательского института. Здесь Месищевым была создана летно-исследовательская база. После того, как машину собрали и осуществили наземные испытания, назначили дату первого вылета. Самолет был создан в фантастические сроки. Особенно сейчас, в наше время, 22 месяца от начала проектирования до первого вылета, это срок просто нереальный. Для сравнения, самолет Б-52, это вот как бы американский конкурент, создавался 9 лет. Английский самолет Вулкан создавался 6 лет. Первый советский реактивный стратегический бомбардировщик поднялся в воздух 20 января 1953 года. Пилотировал машину летчик-испытатель Федор Апачий. Из воспоминаний Федора Апачева. Дал газ, машина стронулась, побежала. Начал поджимать штурвал, чувствую, вот-вот отрыв. Машина ушла в небо, на удивление легко. Вдруг возникло ощущение, что идет она не прямо, а вроде боком. На высоте 200 метров развернулись, прошли над замерзшим аэродромом. Удачная посадка. Весь полет длился 10 минут, а нам он показался мигом. Первый полет прошел успешно. А дальше начались испытания и доводка конструкции. Но уже тогда было понятно, что машина удалась. В каком-то смысле это был самолет, сконструированный по принципам, как сейчас называют, стелс. У него практически не было выступающих частей, и была очень малая такая заметность для радиолокационных станций. Единственный недостаток, конечно, были двигатели с очень большими расходами, двигатели АМ-3 конструкции Микулина. 1 мая 54-го самолет показали на параде в Москве. 180-тонная машина прошла над Красной площадью в сопровождении истребителей МиГ-17. Для Мясищева и всего коллектива КБ это был настоящий триумф. Менее чем за два года им удалось спроектировать, изготовить и поднять в воздух уникальный по многим параметрам бомбардировщик. Присутствующие на параде зарубежные гости были ошарашены, увидев новый советский самолет. По всему выходило, что у русских появилось средство доставки атомной бомбы за океан. Большинство даже не догадывалось, что таких самолетов в СССР было единицы, и на вооружении они еще не приняты. Правда, такое положение дел продлилось недолго. После государственных испытаний стратегический бомбардировщик рекомендовали в серию. Он получил обозначение М-4. Ровно через два года на воздушном параде в едином строю пролетело уже 19 самолетов. Я был на авиабазе «Энгельс», разговаривал с летчиками, исключительно высокие отзывы. Самолет очень приятный в пилотировании. Самолет удобный в эксплуатации для технического состава. Очень летучий. Конечно, на достигнутом Владимир Михайлович не остановился. Еще в середине 1954-го он составил список основных работ конструкторского бюро на ближайшее время. Список состоял из восьми пунктов. Из них только один относился к расширению ОКБ. Остальные касались либо модернизации самолета М-4, либо создания новой техники. Стоит отметить, что модернизацией М-4 отводилась большая часть времени. При всех достоинствах новой машины были в ней и некоторые недостатки, которые Месищев старался исправить. За несколько месяцев разработали более 7 тысяч чертежей нового варианта машины. В декабре 1954-го их передали на завод для создания первого опытного экземпляра. Уже через год готовый самолет доставили в Жуковский на испытания. Менее чем за два года ОКБ под руководством Месищева разработало новую модификацию самолета. Впечатляющий успех. В марте 1956-го летчик-испытатель Марк Галай поднял машину в воздух. Из воспоминаний Марка Галая. Оторвавшись от земли, машина начала энергично задирать нос вверх. Если позволить ей это, она потеряет скорость и свалится. Надо во что бы то ни стало отжать нос самолета вниз. Даю штурвал от себя до упора. Помогает слабо. В ту же секунду сквозь гром работающих двигателей прослушивается резкий хлопок. Один из них отказал. В итоге экипажу удалось справиться с управлением и посадить машину. На земле неполадки достаточно быстро нашли и устранили. После всех испытаний самолет поступил в войска под обозначением 3М. Когда появился новый вариант самолета М4-3М с улучшенной аэродинамикой, он стал основным бомбардировщиком, а самолеты М4 переделали в самолеты-заправщики, которые впоследствии заправляли не только самолеты 3М, но и самолеты всей дальней авиации, независимо от типа. Стоит отметить, что тема дальнего стратегического бомбардировщика была не единственной для Владимира Мясищева. К примеру, в ОКБ параллельно работали над созданием пассажирского самолета. К сожалению, эта машина так и не получила дальнейшего развития. Были большие работы по созданию самолета с ядерными силовыми установками. В различных вариантах открытой схемы, закрытой. Масса вариантов. Подключалась Академия наук, всевозможные десятки институтов. Помимо этого, еще в мае 54-го вышло постановление правительства, согласно которому ОКБ-23 под руководством Мясищева должно заняться разработкой крылатой ракеты «Буран». Правительство дало задание трём авиационным фирмам спроектировать три различных самолета-снаряда, но одного как бы назначения. Вот Мясищеву поручили делать «Буран», значит, КБ Лавочкина делала «Бурю», и КБ Бериева – «Буревестник». До полетов дошло только у Лавочкина. Мясищев же создал полноразмерный макет, а затем и статообразец. Но в это время уже появилась знаменитая ракета «Королёва Р-7», которая на самом деле была стратегической ракетой с дальностью полета примерно 12 тысяч километров. И естественно, что опять-таки интерес к вот этим, значит, крылатым ракетам резко упал. Перед вами уникальные кадры. Это подготовка к испытанию модели сверхзвукового дальнего бомбардировщика. С помощью специальной аппаратуры исследуются характеристики крыла в полёте. Дальнейшая работа по этому проекту привела к появлению самолёта М-50, который во многом опережал своё время. Для оценки этой машины уместно привести некоторую статистику. Из 410 наименований оборудования, установленного на этом самолёте, 242 были опытными, то есть ранее в авиации не применялись. Большая степень автоматизации позволила значительно сократить экипаж. Для управления этой тяжёлой и сложной машиной требовалось всего два человека. Самолёт этот разрабатывался очень быстро, но с большими всевозможными сложностями, потому что конструкция его была очень революционной во многих отношениях. Он предвосхитил события на несколько десятилетий буквально. Самолёт получился удачный, но к моменту его изготовления были не готовы, как всегда, у нас двигатели. В этой связи назначение его поменялось на экспериментальный. То есть на этой машине опробовали все новшества. На базе этой машины Месищев планировал создать различные модификации. Среди них был самолёт, способный взлетать с воды. Ещё одна машина – проект М-52. Этот самолёт должен был составить основу сверхзвуковой дальней бомбардировочной системы. Машину даже успели построить. Но из-за отсутствия двигателей она так и не поднялась в воздух. Что касается М-50, то он, к сожалению, так и не получил путёвку в жизнь. В 61-м году на воздушном параде в Тушино самолёт совершил свой последний полёт. После этого работы по проекту были закрыты. Сверхзвуковой дальней бомбардировщик не вписывался в новую концепцию вооружения. Акцент руководством страны был сделан на ракеты. К тому же годом ранее ОКБ Месищева потеряло свою независимость и стало одним из филиалов конструкторского бюро Владимира Челомея. Сам Месищев был назначен на должность начальника Центрального аэрогидродинамического института в городе Жуковский. В ЦАГе он был принят вначале, мягко сказать, неприездным. Как это нами, учёными, будет руководить человек далёкий от науки? Но Владимир Михайлович сумел переубедить ни быстро, ни сразу. Года два на это ушло. И теперь нет ни одного воспоминания работника ЦАГе, кто бы хотя бы нейтрально отзывался о работе Месищева в ЦАГе. Все только в положительном смысле оценивают работу. Этот период его работы характеризовался широкими исследованиями в области больших сверхзвуковых скоростей для летательных аппаратов как обычных схем, так и принципиально новых. Такими машинами были самолёты с изменяемой стреловидностью крыла, а также самолёты вертикального взлёта и посадки. За годы работы Месищева в ЦАГе территория предприятия значительно расширилась. Были построены новые корпуса для лабораторий, различные стенды для наземных испытаний. Принимал Владимир Михайлович активное участие и в образовательной деятельности. Лозунг «Кадры решают всё» был для него не пустым звуком. Благодаря Месищеву в Жуковском филиале Московского физико-технического института был создан факультет аэромеханики и летательной техники. В 1967 году Владимира Месищева назначают на должность руководителя ММЗ, экспериментального машиностроительного завода в городе Жуковске. КБ это было очень маленькое. Все работники, которые были у него раньше, они работали в других организациях. Кроме того, понимаете, что ехать из Москвы в Жуковский тоже многие не смогли и не захотели. И он вынужден был быстро опять собирать с миру по нитке из различных организаций КБ. И ему, в общем-то, удалось. Через пять лет это уже была более-менее хорошая организация. Как и прежде, Владимир Михайлович был верен своему стремлению идти вперёд. На ММЗ под его руководством создали новые лаборатории и стенды для испытания различных узлов и агрегатов. Это определялось тем, что помимо модернизации самолётов, созданных его ОКБ ещё в 50-х годах, коллектив работал сразу по нескольким тематикам. Я у него работал начальником сектора аэродинамики. С ним и мне, и всем людям, которые работали рядом, было работать интересно. Он ставил задачи, которые было интересно решать. Не обыденная, не рядовая задача. Чуть-чуть ты должен в своей работе продвинуться вперёд. И именно так ставил задачу Мясищев. О своём предприятии Мясищев знал всё. Один или два раза в месяц он лично обходил всю территорию, осматривая корпуса, лаборатории и ангары. После этого Мясищев собирал совещание, на котором начальники цехов и конструкторских подразделений выслушивали его замечания. Вот, Пётр Петрович, а у тебя ведь дверь-то скрипит в приходе в цех. Что ж ты такой? Первоклассный цех у тебя. Такие вы выпускаете самолёты, такие изделия делаете, а дверь скрипит. Это нехорошо. Я завтра зайду проверю. Или что-то другое. Иван Иванович, ну что же это такое? У вас плентуса-то корявые, корявые. Надо бы поправить. Он замечал каждую мелочь. Он был чётким и умелым организатором. Он руководил работой соответствующих бригад, отделов, лабораторий, лётной службы. Держал постоянно это под своим контролем. Он понимал, что нужно получить в конечном итоге. Вот это его и отличало от многих и многих других. Один из проектов, реализованных Мясищевым и его коллективом на ЭМЗ, стал самолёт М-17 «Стратосфера». Он предназначался для уничтожения высотных разведывательных аэростатов. На первый взгляд, не самая сложная задача для авиационного КБ создать дозвуковой высотный перехватчик. В 70-х годах авиационные технологии позволяли достигать как больших скоростей, так и больших высот. Однако задача, поставленная перед ЭМЗ, оказалась непростой. Требовался самолёт, способный летать на высоте до 20 тысяч метров с небольшой скоростью. В этом и заключалась сложность проекта. Владимир Михайлович взялся за эту задачу и решил её очень оригинально. Самолёт представлял собой очень необычный аппарат, при том, что двигатель специальный для него так и не создали. Он сумел всё-таки создать машину, которая имела потолок больше 20 тысяч метров, имела продолжительность полёта около 4 часов, и полностью была выполнена тактико-техническое задание. До первого полёта М-17 генеральный конструктор не дожил несколько лет. 14 декабря 1978 года Владимир Михайлович Мясищев ушёл из жизни. Идеи и разработки этого гениального человека позволили в дальнейшем создать большое количество авиационной техники. Вот только некоторые из них. Самолёт М-55 «Геофизика». Эта машина – ничто иное, как дальнейшее развитие М-17. 3МТ – самолёт для перевозки крупногабаритных грузов. Многим он известен как участник аэрокосмических салонов в Жуковском. Именно этот самолёт перевозил с завода на космодром Байконур элементы ракетно-космической системы «Энергия Буран». Сегодня именем Мясищева названы улицы в нескольких российских городах. Последнее место работы Владимира Михайловича – экспериментальный машиностроительный завод в Жуковском – также носит имя этого выдающегося авиаконструктора. Это был новатор. Конструктор-новатор. В каждом новом проекте он искал все новейшие достижения в области аэродинамики, в области конструкции, в области всевозможного оборудования, приборы, какие-то системы. И смело при этом шёл на все вот эти новшества. Без такого подхода у нас не будет никогда никакого прогресса ни в авиации, ни в других областях. Редактор субтитров А.Семкин